у ребята сегодня была прекрасная ночь потому что было так классно и свежо спать вообще невероятно нас было открыто только одно наше окошко с сеткой и по сути ты все и мы спали так хорошо потому что нас не будило вообще солнце мы в тенечке здесь видим так вот под соснами с ним и это конечно прекрасно а какой здесь воздух вы себе представляете ребята класс и главное же не дождя это тоже очень хорошо так мы утро начинаем с готовки сейчас будем готовить значит яичницу ничего изобретать не стали даме рожка просто приготовим просто люди просто приготовим скажи всем привет а иностранным людям скажи hello а скажи мир оба туркам почему ну мир очень к он уже все хватает здесь короче есть большая кухня для комфорта единственно всех но тем не менее все пока только строится надеюсь от кем там будет наикрутейший но нам таким куда-то шагать поэтому решили прям машине готовить и все и не обламываться ой вот смотрите какой хозяйственный мальчишка он уже расставил всем штульчики вот так вот он уже расставил стульчики дает всем вилочки молодец мироша а папа еще ничего не стал даже готовить господи что это за человека нам нужно обязательно переделать этот модуль для холодильник сделать так вот выкатную такую штуковину потому что его вот так вот туда-сюда таскать на руке не совсем не совсем здорово это не сильно конечно обламываешься но тем не менее если что я приготовлю завтра здесь и настенка сходит кофе приготовить на кухню хочу побыстрее все шагай побыстрее дай мне ложечку вот она лежит ворона вода вот это грузия тебя с утра пытаются набухать приехала машина с домашним вином с домашней чаще на пробу я уже полстакана попробовал с утра напился весь день свободен это не кинзмараули но это какой-то другой виноград она сказала но она прикольно суши 7 лари стоит литр прикольно что возьмем литр да вот мне кажется то вообще было как бы не спирта как будто а это тоже без спирта еще один фига себе у него тоже у него прямо чистый виноград какой-то не пойму такую сорт видимо так обычный бывает идешь за литром в итоге покупаешь 2 но вино про вкусненькое прикольно да нам наверное неделю хватит прикольно попьем уже все позавтракали а я завтракал вином они еще такой стакан налили блин нифига себе полу полу граненый горит на пей горит еще тебе набиваю не вопрос я не знаю как здесь стоять здесь короче грузина не такой народ идут мимо спортсмены но дети спортсмены с ними тренер боксеры да он сказал в итоге гриль иди игорь и сюда давай знакомиться в итоге с коньяком с домашним горит иди горит налива пробуешь итоге наливает мне пол кружки коньяка домашнего или травы горит я попробовал он реально он такой мягкий мягкий ну то есть это ни разу не магазинный коньяк прям да вау он такой знаете его бы не могу передать вам его так и он такой короче прям портут как как знаете как ликер вот бейлис пьешь также вот этот коньячок пьешь вот так вот спокойненько аккуратно говорит добавляй колы и говорит вообще будет вот постояли пообщались на стенке пораздавал комплимент за то что он такая молодец троих детей горит у нас горит сейчас горит молодежь вроде как не надо делать у нас горит сейчас молодежи горит грузины вообще не хотят детей один горит все горит достаточно а вы горит молодцы горит люблю горит россию на политике горит пидорасы в яблочко короче перерыве между вина и коньяка набираю еще бак так чтобы вода у нас просто была там типа руки помыть родик помогает таскает мне воду молодец какой здесь подводок нету к домам вот это больше кемпинг такой палаточный но возможно они как-нибудь со временем и сделают инфраструктуру для бусов и для домов у нас сегодня по плану должен был быть прачечный день мы думали все перестираем но к сожалению не все потому что машинка сломалась но какую-то часть вещей мы все равно постирали хотя бы мирошки чтобы одежда было пачкается у него конкретно чё у тебя есть мира мороженое тебе купили брать надеюсь кушай брату спасибо сказал вон там купил за моей спиной х не природа и не машина конкретно про эту квартиру видите позже выпусках мы очень любим путешествовать на машине ночевать машине ночевать палатках но иногда есть такие моменты когда хочется остановиться перезагрузиться постираться то просто элементарно отдохнуть и побыть в четырех стенах хотя мы это очень не любим отели нам не подходят потому что они ничего дельного нам не могут предложить так как большая семья поэтому чаще всего мы арендуем квартиры ведь в квартирах есть души стиральные машинки посудомойки комнаты и так далее и тому подобное и в этом нам помогает сервис суточно ru на суточно ru собрано огромное количество квартир классная фильтрация статуса супер хозяев действительно настоящие фотографии и живые отзывы это очень важно и да суточно ru можно пользоваться не только на территории россии но еще и за рубежом когда нам это нужно за рубежом мы тоже им пользуемся просто когда вы путешествуете по россии и ищете себе жилье со суточно ru бронировать жилье еще выгодно знаете почему потому что они возвращают вам 30 процентов кэшбэка на ваш счет суточно ru от суммы бронирования а эти деньги вы сможете потратить на дальнейшее бронирование мне кажется это очень удобно и мотивирует путешествовать ссылочку на суточно ru я оставлю там в описании переходите подыскивайте жилье бронируйте и самое главное путешествуйте по-настоящему объясним как так происходит что постоянно у нас кто-то тусуется вообще но сегодня день бытовухи блин сломалась машинка два ведра мы перестирали еще у нас пакет вообще план заехать кемпинг был перестираться и помыться но помылись помылись но к сожалению вот так вот селили слили унитаз вот еще хочу сказать это то что вот когда ты путешествуешь по турции у тебя вообще не возникает вопросы с водой со сливом там даже в самом заброшенном туалете подведен крантик и крантику прикручена прикручен шланг чтобы все это дело можно было ополоснуть нет я понимаю но это идет одно к одному понимаешь вот и здесь нету вот например в оранжбич кемпе там прям места для слива есть как в принципе должно быть а здесь нету здесь ты ходишь в туалет до дырка в полу но тем не менее ты сливаешься промыть невозможно потому что раковина она маленькая приходится вас бутылка с пятилитровой я ходил на раковин набирал ее и там уже полоскал короче смысл в том то что индустрия кемпингов расти и расти и расти мне кажется те кто собираются открывать кемпинг нужно сначала прокатиться по всем кемпингам в развитых странах где-то культура за там европе в турции понять как она устроена а потом уже открывать и улучшать что думаете по этому поводу сходил в магазин здесь прям в кемпинге есть магазин поделюсь с вами ценами смотрите макароны 2 лари то есть это 70 рублей 400 грамм тушенка взяли тушенку так тушенка 5 лари это 160 рублей на получается 170 да и бутылка воды 6 литров 450 лари я убил себе с 5 литров ок нету есть 3 литра 6 литров 12 11 когда ты ходишь по ресторанам пару раз обжираешься хинкалями хачапури пьешь вино там потом 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 ешь макароны с тушенкой приятного аппетита на самом деле это вообще-то пущу богов играм соскучились по таким блюдам шикарно вообще красота поэтому с удовольствием прям можете ничего нам не писать по этому поводу вы просто поживите в турции столько времени слетайте в азию а потом купите тушенку и макарон дети у нас уже взрослые представляете даже во многих вопросах они уже не хотят даже с нами ездить короче но учитывая что здесь много детей они играют так хорошо в лего уже полдня и мы решили их не дергать взять только с собой мирошку и поехать съездить на центральный рынок в кабулете посмотрим цены посмотрим чё там я думаю что это будет очень интересно купим мясо и хотим сегодня шашлык мы уже сколько год и не ели шашлык да а на шри-ланке но это тоже так свинина какая-то странная была это не тот шашлык доход не кавказский шашлык поэтому сейчас выдвигаемся мы хотели сначала сходить пешком а в итоге посмотрели по навигатору идти короче 10 километров и поняли что не надо дергать машину и ехать на машине вот такие дела потому что здесь миска в магазине здесь который от магазин в кемпинге она есть но стоит 18 лари это очень дорого на рынке можно купить за 10 лари вырез а шейка вырезка будет один слайд по моему нам ребята соседи говорят но это как бы не 18 далеко кабулете конечно это прям вообще такой туристический туристический город а вот начали как выезжаем с кемпинга там даже эти есть машины стоят знаете как у нас на курортах сдаются комнаты прям по-русски написано вот мало того то что здесь огромное количество машин с русскими номерами так еще и людей конечно здесь прилично в целом смотреть то здесь и особо-то и нечего здесь недалеко есть крепость мы проезжали не знаю доедем не доедем до нее набережная и вот сгонять на центральный рынок посмотреть я думаю что это стоит поэтому ты едем с вами вместе что же мы в самом центре кабулете и отправляемся на рынок нам тут сразу женщины грузинка услышал наш разговор про рынок и горит я бы вам порекомендовала сначала пойти вот сюда в магазин посмотрите говорили наверно и посмотрите здесь а потом посмотрите там нам как бы не сложно мы сюда зайдем потом туда пойдем а есть что на здесь машина припаркованная как бы не принципиально вообще как выглядит магазинчик с фруктами с овощами со всякими крупами блин очень вкусно а запахи какие короче набрали мы тут такой пакет вот тут немного тут получается полтора килограмма огурцов килограмм персиков и килограмм помидоров 7 7 лари да там средняя цена вообще на все 2 лари черешня по 7 лари купили мы еще лаваш национальный вот 1 20 на 100 это взяли вот такие вот вкуснейшие хачекурки сыром ну а теперь на рынок мы попали уже в такую предрыночную территорию здесь вот все чугода тоже продают от под орешков до всяких разных арбузиков прикольно вот стоит как раз уже крытый сельский рынок вот надо туда будет обязательно сейчас тем зашли здесь весной магазин в первый прям вообще мясо весит свежак много разное вообще да короче есть уже маринованный шашлычок стоит 20 лари и кажется это дорого как вы считаете попробуем что-нибудь подешевле найти потому что здесь что-то в грузии деньги полетели вообще игру остановите я сойду сняли 200 лари комиссию взял 5 это вот этот банкомат называется тбц вот он берет комиссии мазератовская карта как с других не знаю короче по сути это все есть рынок вот эти маленькие палаточки это все есть такой напичканный рынок поэтому пойдем наверно к тому мужику где уже замаринованный шашлык пойдем пока ехали обратно у нас вырубился мирошка но он его переложили в коляску идеально вот сейчас надо что-нибудь придумать с мангалом потому что мы свой мангал выкинули оказывается и так и не купили да такие дела вот и парам парам пам 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 и будем жарить давно вообще не жарили шашлык ну реально 100 лет просто последний раз по моему на волге когда мы были потому что шри-ланковский шашлык вообще на самом деле не считается у нас есть шампурики сходил их помыл вообще вот эти классы поэтому их грех выкинуть вообще не сгибаются ну знаете такие не одноразовые поэтому берем мясо идем ставить на мангальчик с мангалом нам повезло тут ребята приехали уже развели костер пожарили им как бы больше не надо поэтому мы прям на свежачок сейчас убросим сучину очень великолепно что не нужно мучиться с разводением костра это прям прекрасно на только миска кинуть на шампурики и все дай бог он будет очень вкусный нужный и приготовиться клёво вообще мангал крутой толстые стенки значит мясо должно приготовиться великолепно кстати как вам вот такой кемпер это автодом сделанный он для заводской хюмер на платформе фиат дуката но у него есть вот огромный плюс что у него тоже такая же крыша палатка это вот прям офигенная опция вот он не длинный как например спринтер либо крафтер он такой миниатюрный но при этом при всем что спальных местам дохрена вот такой вариант насенка увидела говорит вау ничего себе там внутри все беленькое такое красивое это ребята издание вот не знаю получится не получится вовнутрь зайти за обзор попросите но не просто по-русски и не бельме а я по инглишу не бельме поэтому посмотрим пока если жарю пацаны попросили по 1 лари нет но 1 лари это сколько ну так правильно 35 рублей килограмм сезон местная ягода артем даже я думаю что можно дешевле найти а еще родик вот такие себе две взял мне тоже такие две типа они шоколадные они там очень вкусно шоколад 2 евро ну что же шашлычок готов я думаю что можно снимать и пойти наслаждаться этой вкуснотой в общем ладно пойдемте вы вряд ли поймете наши эмоции но это вот это мы сейчас покушаем насенка готова насенка там он помидоры грызет наслаждается говорит вот это вкуснота блин вот обожаю путешествовать потому что ты сравниваешь там пожил посмотрел там пожил посмотрел и это вот свой кайф вот путешествие когда ты живешь вот в этом сравнении да естественно наливаем по шашлычок грузинского домашнего красного вина а ребята о таком ужине мы просто мечтали вай-вай вот это да у нас еще здесь есть значит хачапури сыром смотрите вот такая вот штукенция и и вот это хачапури сыром такая а это традиционный грузинский лаваш все садимся 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 быстрее пьем вино и едим шашлык наше утро сегодня начинается с гречки самом деле гречку уже тоже 100 лет не ели вот здесь вот решили купить и сделать детям с молоком к слову о том что в каждом кемпинге большая-большая собирается компания детей и мы тут тоже не хотели недолго постоять и поехать дальше но уже решили еще один задержаться потому что мальчишки тут вообще кайфут на соседи с одной и другой стороны многодетные тоже три мальчишки беленьких он там я не сейчас все играют лего до чем вы здесь занимаетесь товарищи сегодня всю ночь у меня работали приборы то станция сегодня села вообще полностью в ноль сейчас посмотрим насколько она зарядится рубрика прикола нашего городка мы короче всю одежду перестирали на руках и сейчас вот хозяин вот в газельке привез стиральную машину у нас осталось только просто постирать короче такие дела но что сделать зато говорится все чистое сходили еще раз магазин здесь который да в кемпинге смотрите сметана а это творог 6-процентный 580 дорожка подожди сметанка 350 15 процента взяли еще вон тушенка 5 и картошка короче сколько не знаю но смысл в том то что как не зайдешь магазин обязательно выходит 16 лари 16 лари это насколько сколько штат варе короче 500 600 рублей ничего не купили вот 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 и вот барам барам умер очки дневной сон у меня дневная работа пока все отдыхают детки играют я сейчас буду заниматься тем то что буду составлять план путешествие по армении да да мы совсем скоро будем уже в армении будем путешествовать по армении у нас планы на армению настолько грандиозные столько контента мы собираемся сделать в этой замечательной стране ни разу там не были она точно знает что там будет очень клёво единственно что смущает это адская жара примерно как и мире за 40 лет но я думаю что мы будем там спасаться на реках и на озерах в городе гулять может быть вечером ну в общем посмотрим на самом деле сейчас основная задача это нам сделать полный маршрут как мы поедем ну и как всегда наш маршрут упокопать в наш авторский гайд а кто не знает у нас есть достаточно количество гайдов и ознакомиться с ними вы можете там по ссылочке в описании и конечно спокойненько приобрести и отправиться в любое путешествие по нашему авторскому гайду но пока я сижу работаю посмотрите как здесь смотрится все с высоты полетели а 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 и а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дупрофили и я это сделал В общем, смотрите Разрядилась она в ноль Как я тоже очень хотел Посмотреть, сколько она будет заряжаться от сети 100% Вот так вот, смотрите 100% заряжалась она 6 часов 20 минут То есть с полного нуля До 100% По сути, за полторы недели путешествия на машине Это у нас случилось первый раз Обычно мы как только начинаем двигаться Я ее включаю в машине Она заряжается Пока едем, она заряжается Где-то стоим, она тоже заряжается Но вот так вот вышла сегодня ночь Что она откатилась полностью до нуля Но это и хорошо Потому что очень важно было посмотреть Сколько она будет заряжаться И в принципе не критично Даже если где-то в дороге В диком месте ее посадить в ноль Заезжаешь в кемпинг Подключаешься За ночь, пока все дела делаешь Там стираешься, моешься И так далее и тому подобное За ночь она заряжается И снова в путь дорогу Опять на полторы недели В общем, станция, конечно Классная Ромасу огромное спасибо Колорит А мы идем на море Сколько дней Третий день сегодня Стоим уже А на море только решили Сейчас прогуляться Штормит Дождик Сейчас вообще тоже говорят О море не вау Но в любом случае Сейчас посмотрим Здесь по сути, что Вот дорогу перешел Оно море Ну с дрона вы уже кадры все видели Я так же, как и вы Уже видел кадры с дрона Пока летал, да? И видел, что Пляжи вообще пустые Это, конечно, очень-очень круто А еще к ним можно Подъехать спокойно на машине Вот если, например, там Дикарем вообще встать Здесь, кстати, какой-то Отель строится Первый корпус Или это, наверное, даже не отель Скорее всего Это просто Такой многоквартирный дом Территория Прикольная у них, кстати Первый корпус Второй корпус И вот еще Корпуса достраиваются Ничего себе Вот так вот жить, представляете? Прям на берегу То есть это Не где-то ты живешь Ты прямо на берегу И, кстати, комплекс С инфраструктурой Я вижу, что там Спа-салон есть даже Ну-ка, а может быть Кто-то из вас живет В этом комплексе И имеет квартиру В этом комплексе Напишите, пожалуйста Мало ли, аудитория у нас большая Кого только нету Ух, вот мы и дошли Ну, бананы, пожалуйста Вот, кстати, про что я говорил На машинах Спокойно можно Подъехать Заехать Вот там В следующем лесу Пожалуйста Если вот кемпинг, например, не нужен Можно встать вот дикарем Вообще в соснах Посмотрите, как круто И просто вот так вот Я, кстати, с дрона вот это не видел Ну вот, можешь спокойно заехать И там встать дикарями И стоять прямо на берегу Причем тебе не нужны ни маркизы Никакие там шатры У тебя навес будет Вот, пожалуйста Природный, да, сосновый Навес, запах там вообще гонит Это мы чуть позже отправимся Ночевать в Уреке Есть такой поселок В этом году ночевали Там вот черный песок Вот он здесь начинается, видимо Зеленая трава Черный песок Сосны Это вообще невероятно Ты видишь, какой там лагерь разбит Чисто дикарями Палаточники Мы тут кемпинги остановились Для того, чтобы постираться Помыться Ну и немножко остановиться Перезагрузиться Ну и, соответственно, компания огромная У детей Они вон три дня здесь бегают, прыгают Играют им вообще хорошо Ну и пляжи Пустые Слушай, ну там большой вообще Это лагерь-то Нифига себе Там много людей стоит Здорово Ух, ну да Море мутное Волны нету Ну так Небольшая такая волна Пляжи кайфовые Вообще пустые Вот у них вид Из панорамного остекления Прикиньте Во, здравствуй Море Давно не виделись Да, мутная вода, конечно Купаться в такой Рискованно Можно что-нибудь подцепить Подхватить Но по крайней мере Не плавает мусор Это уже хорошо Блин, черное море И оно реально черное О, я не могу Пока живешь на Черном море, ты этого не замечаешь. Как только открываешь другие горизонты, конечно, это понимаешь. Оно очень долго восстанавливается из-за шторма. Оно становится реально очень грязным после штормов. Например, Средиземка, даже где шторма бывали, мы не видели цвета такого. Даже если что-то мутное становится, то на следующий день уже чистое. Ну и, конечно, Черное море – это мощь. Да. Но здесь все равно прекрасно. В любом случае, море есть море. Хотела плавно зайти, да? Сбила волна вообще. Мощь. Правильно, посиди на берегу. Еще, кстати, в Грузии кайфово то, что нету какого-то языкового барьера. Прекрасно говорят, в принципе, по-русски. Особенно старшее поколение, и можно легко все объяснить. Мы, кстати, вот приехали. Смотрите, здесь даже парк аттракционов кабулетский. Но он работает с пяти, по-моему. Или с пяти, или с шести вечера. Ну, знаете, когда вот эта жара сейчас спадет. А вот парк миниатюр, как мы поняли, работает. Вот, у нас, короче, и ребята, вот соседи по кемпингу, которые с казахстанскими номерами, они водили сюда детей. У них тоже трое пацанов. И у них ушло... Сколько она сказала ушло? 150 лари. Они прокатились почти на всех аттракционах. Что я считаю, ну, достойно. Ну, мне кажется, сколько это? 150 лари – это, грубо говоря, 5000 рублей. Вот. Качество не знаю этих аттракционов, да, мы не катались. Будем ли кататься, мы тоже не знаю. Но ждать до шести вечера нет никакого вообще кайфа. Прикольный такой вход. И сразу табличка на дронах летать нельзя. Что по ценам? Вход стоит 6 лари. С человека, дети с шести лет считаются как взрослыми. До шести бесплатно. С шести, короче, тоже 6 лари. Плюс дополнительно, если нету карты такой пластиковой, она говорит, это наша пластическая карта. Вот. Короче, если нету карты, то нужно ее купить. Она стоит дополнительно 2 лари. У нас Мирошка пока спит. Сейчас подумаем, что и как. И скажем. Грузинские песили там сразу прибежали здесь. На парковке. Кто-то ел. Ау, ты что, ты мне пальцы так откусишь? Да, что мы меня. Нифига себе. Вот это, да. Так, что они? Чё, проженые, бездомные собачусечки. Я ему просто затру. Ау. Ты это, пальцы-то мне не откусывай. Ты такая, смотри, такая. Накормили. Собак накормили. Ценник вам сказали. Едем дальше. На самом деле, Мирошка пока спит. Мы можем доскочить еще до одной достопримечательности. Мы ее мимо уже проезжали. Это крепость Петра называется. Очень и очень красивая. Так что, поехали. Короче, остановила нас полиция. Причем, не просто остановила, а догнала и остановила. И, походу, сейчас еще выпишут штраф за ремень. Да что это? Забыл пристегнуться? Получай. Все справедливо. Что сказать? Вот оно. Вестеприимство. Сколько мы ездили в Турции, нас никогда не останавливали. С телефоном, без телефона, с ремнем, без ремня, в кресле, не в кресле. Всем все равно. Они знают, что мы туристы и мы привозим сюда деньги. А здесь вот так вот. Причем самое интересное, он очень долго за нами ехал. И в итоге потом либо в зеркало спалил, что ремень не пристегнут, либо что, не знаю. Но по факту я понимаю, если бы какое-то серьезное нарушение, там, я не знаю, через сплошную бы обогнал, там, бухой за рулем, еще что-то. А тут просто ремень, причем едем не быстро, мы едем вообще по центральной улице. Ну, реально, 25-30 километров мы ползем на этой центральной улице в Кабулете. И на тебе, короче, вот так вот. Ну, ладно. Как говорится, ну, окей, справедливо, но то, что так к туристам, это не здорово. Учитывая, что штраф 40 лари, это полторашка, наверное, где-то. Не предупреждение, ничего, просто взял, пошел штраф, выписал. Но, как говорится, тоже контент, да, тоже какая-то информация. Вот так вот выглядят штрафы. Вот просто на такой бумажке у них стоит кассовый аппарат, они вводят данные, распечатывают такой чек. И в течение 30 дней нужно оплатить в каком-то банке. Ну, ладно, оплатим, что делать. Да, тогда прогнали здесь прям что-то быстренько. Вообще здесь красиво очень. Смотрите, какая парковка, тоже красивая. Круговым сделано, движением. Так, здесь даже есть, оказывается, Петробич, то есть пляж, да, тоже неплохо. Так, сейчас надо где-нибудь оставить. Вот они, многодетные путешествия. Пока едешь на одну достопримечательность, один уснул. Пока едешь на вторую достопримечательность, второй уснул. Итого остался только Тема. Тема, ты красавец. В итоге все сидят в машине, Настенка, точнее, с детьми, с Родиком, с Мирошкой. А мы с Темиком идем смотреть, что это за крепость, обязательно здесь полетаем. А потом в парк миниатюр уже пойдет одна Настенка с маленькими, потому что за маленьких даже платить не надо будет. Так что вот так вот. А мы с Темиком идем покорять эту крепость. Это, кстати, вот такой красивый у них здесь вход. Блин, прикольно. Смотри, как из камня сделали. Добрый, пожалуйста, крепость Петра. Вот так, вот Темка сегодня будет ведущим. Вход стоит 8 лари. Дети до 16 лет 2 лари. Дети до 6 лет вообще бесплатно. А, до 16 лет 2 лари, до 6 лет бесплатно, да. Вот, смотрите, флаг Грузии в виде цветочка. И здесь уже начинается вся красота. Здесь можно ходить вот просто по периметру. Ну да, конечно, здесь есть фоточки можно сделать. И такие красивые рилсики. Смотрите, с каким видом крепость была. Бескрайнее Черное море. Вау, ну прикольно. Посмотрите, какая красота. Это, кстати, смотровая площадка. Как ее круто сделали, а? Все стеклянное, за стеклом. Вау, отсюда виды. Батуми, пожалуйста, вон. Видненец. Да, только не трогай, пожалуйста. Здесь стоит бинокль и вид на пляже. Здесь, видимо, столбики, кстати, какие-то стоят. Здесь флаги, наверное, когда-то висели, но уже нет. А заодно лари можно посмотреть в бинокль. Ходить по таким местам особое удовольствие. Мы, видите, чуть выше проходим. Там всякие знаки висят, что аккуратно можно упасть. Но здесь есть вот эти всякие пешие тропинки. Видите, можно на лавочках посидеть. Да, виды, конечно, классные. А туристов, между прочим, очень-очень мало. Ну, сами видите. Вон один Темка. Да, Темик? Ну, серьезно. Вот, кстати, смотровая. Ну вот, отсюда уже более-менее понятно, да, как все выглядит. На самом верху установлен крест и грузинский флаг. Туда, конечно, уже подниматься даже нет смысла. А вот с этой стороны нам открываются вот остатки. Это, видимо, какие-то перегородки, наверное, комнаты какие-то были. Да, здорово. Вообще, как они все это строили. Всегда оказываюсь в таких местах. Я просто удивляюсь. Какие же они были молодцы. Качество. О, это вообще, кстати, почти это. Упадет, наверное, скоро. Ну, здорово здесь. Как тебе, Тема, масштабы? Классно. Красиво. Да, прикольненько. Сейчас спустимся, обойдем еще там территорию. Здесь можно вот так вот прям походить. Видите, чикус. А, там уже какие-то домики. Видимо, можно там пожить. Сейчас посмотрим. Вот я, например, в своем детстве не был нигде вот в такой истории. Нигде мы проходили историю вообще чисто вот по бумажкам, да, по книжкам. А вот наши дети, у них есть такая возможность прикасаться к истории. Действительно смотреть, как действительно выглядели города исторические, крепости, святые и так далее и тому подобное. Даже были в церкви Николая Чудотворца, да, но это невероятно. Не знаю, у нас же детей такая крутая возможность. О, смотри, это что такое. Это колодец, наверное. О, смотри, что такое глубокий. Что-то мне упасть. О, смотри, что такое глубокий. О, смотри, что такое глубокий. Ну, да, он достаточно большой, да. Не город, конечно, а здесь, кстати, еще есть такая опция. Покажу вам. Если вдруг сложности с передвижением, то можно подняться. Везде стоят лифты. И вот, вот, и до самого этого, как он называется, входа-выхода, все это дело обустроено. За это, конечно, вообще огромный респект. Вот пошли какие красивые ступеньки туда. С такими необычными, да, арками. После изнуряющей турецкой жары здесь гулять настолько комфортно, там, 28, может, градусов, да, сейчас. И солнце так не кошмарит. Вот отсюда какие виды, смотрите. Флаг, крест, крепость. Так, не знаю, что вот это такое. А может быть, ее как-то так восстанавливают, кстати, на свой ужелат. Коль вот эти камни завезли. Видимо, что-то, наверное, хотят достроить. Где? Ящерица какая. Дихо много, конечно. Ага. Оп, все, спряталось. Во, здесь такие, видите, неуизоны. С такими полами уже современными сделаны. Какие-то домики. Ну, пойдем посмотрим VR-room. VR-room. А, это типа комната VR-а. Надеюсь, я правильно понял. Закрыто. Террасы, конечно, были шикарны. Они, кстати, пронумерованы. Вот это вторые террасы. Там третьи террасы, четвертые террасы. Вот так вот, получается, вдоль всей крепости идут в такие вот террасы. Правда, там есть какие-то домики. Непонятно, что за домики. VR-room. А VR-room не работает. Сейчас, кстати, мы видим все вот так вот. Все зелено, все красиво. Это наше время, да? А раньше это было вот так вот. 1964 год. Все лысо. А вот 1938 года, да. Блин, если честно, я так хотел показать им ее с высоты. Но смысл в том, что здесь охранников прям много. Они прям ходят, все патрулируют, патрулируют. Я думаю, дай спрошу. Спросил, он говорит, нет, говорит, это, говорит, с чистого века нельзя, ни в коем случае. Я говорю, ну, понятно. Билеты у них, между прочим, как и штраф, вот просто какие-то кассовые чеки. Даже на память себе ничего не оставишь, никакую там эту брошюрку. Вот как, например, на Шри-Ланке там или в Турции мы там собираем. Особенно Артемка их коллекционирует. Места, где мы были. А здесь как бы ничего. Ну, а на пляж мы решили не ходить. Вот мы сейчас в интернете почитали, что в Гонио, где мы стояли дикарьком, да, там самые чистые пляжи. Самый чистый пляж считается. Здесь вроде как второе место, поэтому... Как это на границе, которое вы считаете? А, ну, вот, нет смысла никакого. Зачем купаться мы все равно не будем. Поэтому поедем в парк миниатюр. Отправим туда нашу миниатюрную Насеньку и миниатюрных детей. Смотреть, что там. По пути проезжаем очень красивую церковь. Посмотрите, как выглядит. Собор. Да, даже собор. Вау. Что же, добро пожаловать, да? Дубль 2, кадр 1. На... В парк миниатюр. Надеюсь, пустят. Туда не, смотри, они как расширили вообще. Уход. О, вон. Ну, да. Опа. Ну, поехали в парк миниатюр. На входе покупаешь такую карту. Стоит 2 лари. И за взрослого, как я уже говорил, 6 лари. Попадаешь в нереальную красоту. Блин, я очень люблю вообще вот эти все эти парки миниатюр. Потому что, действительно, здесь можно Грузию видеть полностью. И потом... Так, Мирошка, давай, выходи. Опа. Давай, давай, давай. Вылазь, сынок. Давай, давай, давай. Все, вылазь. Так, здесь какая-то комнатка, типа, наверное, для отдыха, для кормления. Ну, и погнали смотреть. Мы сейчас с вами посмотрим абсолютно вообще все, что есть в Грузии. Все, что можно посмотреть. Вот, видимо, есть такая церковь на горе. О, кстати, смотрите, здесь же вот есть, собственно, как все называется. Пожалуйста. Нарекало. Видимо, это, что это, 14-18 века, что ли? Ну, тебе Глепость нарекала, да, 14-18 века. Вот как выглядит, смотрите, невероятно. Но, по сути, это все еще можно запомнить. И вот в эти места можно приехать. Абанатубани называется. Это еще нельзя трогать. А, я не трогаю. А ты трогаешь? Нет, не знаю. Это город. Смотрите, тут можно вот посмотреть, как выглядят улочки в миниатюре. Блин, нифига себе, классно. Не знаю. Вау, вот это работа. Пойдем посмотрим, что там есть в доме. Вот в этом парке, кстати, дрон не нужен. Смысл тут летать. Надо летать над масштабными зданиями. А здесь вот, пожалуйста, ходишь и смотришь своими глазами. Ну, очень круто. Посмотрите, как прикольно смотрится собака. С этим зданием великан. Допьет собачка. А когда здесь линеет, представляете, как все это дело будет подсвечиваться. И вообще, какая здесь будет красота. Метечи Чурч. Наверное, так я правильно прочитал. Дворец. Вообще красава. Просто посмотрите, как все выглядит. Да, кстати, металлическая штучка. Следующий потрясающий объект. Как все сделано. Улочки и прочее. Вообще, вот это да. Смотрите, как сделаны арки. И даже сделали портреты, которые... Рисунки нарисованы. Иконы. Тоже их воплотили. Представляете? Нифига. Это католический собор в Тбилиси, который находится. А вот армянская церковь, которая тоже также находится в Тбилиси. 1846 год. Шатили. Вот это не знаю. Не видели такого вообще. Это кафедральный собор 1010-1029 годов. А возле него еще один собор или церковь католическая, да, скорее всего. Еще и воплотили горы, понимаете, в миниатюре. Интересно, горы точная копия в миниатюре или нет? То, что здание точная копия, я вообще не сомневаюсь. Потому что выполнено вообще безупречно. Очень круто. Я обожаю вот такие парки в миниатюре. И правильно сделали, что мы все-таки пошли все вместе. О, дворец. Смотрите-ка. Это чей дворец? Ну, короче, мы не знаем, чей дворец. В Грузии есть очень непопсовая локация. До нее тоже тяжело добраться, потому что такая дорога не очень. Короче, вот она в миниатюре. Вот. На высокой-высокой-высокой горе стоят дома. И там с какой-то стороны, а, ну вот, если вот отсюда смотреть, вот, есть лесенка, как поднимаются туда люди. И это действительно так оно и есть. Не знаю, если у нас получится, мы вживую доберемся в следующих выпусках до вот этой горы и посмотрим, как действительно это выглядит. Но это реально классное место, куда действительно хочется добраться. Это вау. Самое вообще интересное, знаете, в этом парке вот, например, проехать всю Грузию вот прям вообще по всем, по всем, по всем, по всем местам. А потом зафиналить вот этим парками, вы будете ходить такие, о, точно, точно, это так выглядит, вау, 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 да, 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 действительно так. Вот смотрите, какая постройка с такими колоннами, остатки колонн. Я не знаю, вот вживую так или не так. Вот одно дело, если мы бы там были и потом сюда приехали и сравнивали бы, как действительно это вот по-настоящему выглядит, да? У нас так было, когда мы в Крыму ходили в парк миниатюр, весь Крым проехали, а потом ходили и такие, а, да, 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 это действительно так, и, ну, там эмоции совершенно другие. А вот Мартвили монастырь короля Джорджа Второго в Абхазии, я как-то переводится, не знаю. Давай, сынок, давай. Ну, смотрится прекрасно. А напротив этой постройки не просто миниатюра какого-то здания, миниатюра просто целого города, то есть миниатюрный город в городе, представляете? Точнее, остатки, да? Не-не-не, Мироши, Мироши, нельзя туда! Нет, да. Да, тоже масштабный и выглядит очень красиво. Называется он. Непонятно как. Но выглядит классно. Если вы путешествовали по Грузии, напишите в комментариях, вот какие вот эти миниатюрные постройки вы знаете, на каких вы были. Очень интересно почитать. Я нашел для себя вообще прям топовую здесь миниатюру на самом деле. Мне кажется, это просто самый шедевральный. Так, он, видимо, находится в Батуми. В Батуми, а там не находится в Батуми. Как они сделали вот эти шпили на вот этих двухконусных башнях. Это вообще... Слушай, ну, прикинь, да, серьезно, какая работа. Вот так вот все. Ой, там, кстати, пещерный город. Сейчас тоже до него дойдем. Классно. Да, там тоже можно ходить, видишь? Там мы вот здесь же с тобой ходили. Вот, пожалуйста, первый пещерный город в миниатюре. Сделаны вот лесенки. Мирошка, Мирошка, Мирошка! Давай. Нет, 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 отходи. Да, здорово. Ничего себе, посмотрите, это второй пещерный город. Просто посмотрите, какой он огромный. Эй, ничего себе. Так, слушайте, я очень хочу его увидеть вживую. Пещерный монастырь. Нет, ну это... Слушай, здесь такой масштаб. Это представляешь, как выглядит вживую? Да? Это невероятно. Это здесь вот эта миниатюрка. А как же эта штука смотрится вживую, даже тяжело представить. Да, да, смотрите. Обалдеть, просто обалденно. А вот так вот выглядит в Грузии министерство финансов. Вот, смотрите. Какое очень интересное архитектурное здание, да? Мы, конечно, вам показали не все, что здесь есть. Но, тем не менее, какое здание вам понравилось больше всего, напишите в комментариях. Ну, а чтобы посмотреть все здесь, то просто приезжайте сюда и смотрите. Кстати, нам уже отсюда нужно уходить. Мы уже возле выхода. Включились все фонарики. Там вот видно, что закат уже. Короче, здесь красиво, ребята. А мы едем на ночевку. Вы даже не представляете, куда я бегу в тапочках. А все потому, что сегодня просто отвал башкенный закат. Блин, ребятки, мы такого не видели охренеть как давно. Это что-то невероятное. Вот, огромный плюс Черного моря. То, что здесь самые крутые закаты. Ой-ой-ой. Вот это да. Блин, невероятно. Я вообще лежал в машине, смотрел видео, как Настенка забегает и говорит, славян, скорее, говорит, на море. Там такое закатище. Ну, действительно так. Ай-яй-яй. Слушайте, здесь нет никаких фильтров. Это вот такой закат. Блин, я обожаю закаты. Обожаю рассветы. Но почему-то, пока мы были в Турции, закатов как таковых не было. Солнце в море не падает там. Ой, а здесь вообще просто невероятная красота. И вот обожаю закаты, когда есть облака, и облака начинают раскрашиваться. И все это под шум волн. Буквально, я не знаю, секунд 20, наверное, сейчас, и все, солнце полностью упадет. Насладимся. Солнце в море не играет. Продолжение следует... Вот и все. Солнышко упало. Вот представляете, какой кайф вот этих ребят, которые стоят вот здесь в соснах. Какой кайф вообще жить в палаточке и вот так вот из своего окошка наблюдать эту природную красоту. У меня нет слов. Как вам такой закат? Пишите в комментариях. Ну это можно завершать данный видеоролик, ребятки. Потрясающе у нас несколько дней получилось. Кто не подписан на нас в наших социальных сетях, прямо сейчас это сделайте. Ссылки там есть. Особенно подпишитесь на наш телеграм-канал. Ведь там экспресс-информация, так сказать, все сразу в моменте. На Яндекс.Дзен тоже обязательно подпишитесь. Там не просто контент. Там очень интересные статьи и посты, которые пишет Настенка. И они закрывают много вопросов, которые вы здесь нам пишите в комментариях на Ютубе. В общем, все ссылки там. Обязательно пользуйтесь. И, конечно же, ребята, путешествуйте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok